Музыка Мы проживем в городе Саратове, в домике, который позади нас считается жилым. С 90-х годов этот дом полномерно разрушался одним из наших жильцов, который вообще непонятно как сюда вселился. Он в 93-м году отрезал отопление, скоро будет 30 лет, будем праздновать. Потом отвалил часть дома, сделал мою стену уличной, хотя она таковой не является. Потом отрезал воду, отрезал слив и снял с крышу. За это время мы много раз обращались во все органы, какие только могли. Вот от правительства и заканчивая уполномоченным по правам человека. У нас куча всяких отписок, которые вообще никак не имеют отношения к нашей проблеме. Прокуратура ничем нам не помогла. Мы уже не знаем, к кому обращаться и кого просить о помощи. Может быть, кто-то нам подскажет или хотя бы к нам чай придут попить, чтобы посмотреть, что этот дом не может быть ни культурным наследием, ни наследием вообще чего-нибудь. У нас есть акт обследования, в котором написано, что дом не имеет возможности быть жилым, хоть какой-то страны. Этот акт у нас составлен еще в 2014 году, почти 10 лет уже. А мы до сих пор здесь все живем. Скоро зима, а у нас нет отопления. Кто мог от соседей, те уехали, а кто не мог, те остались здесь. Никакой помощи нам нет. Мы обращались за помощью, даже где-то я писала, как Сюненко обращалась, СОС писал, спасите наши души, существует ли власть, которая может помочь жильцам. Это было 2000 год. И до сих пор никакой помощи нам ни от кого не последовало. Поэтому мы, вот девушка наша, представитель наша, она привела все документы в порядок. По дому, по квартирам, потому что это был такой хаос. А на сегодняшний день нам теперь говорят, что мы еще являемся историческим культурным каким-то наследием. За 5 лет хождения по всем инстанциям нигде не всплыла информация о историческом культурном наследии. Нигде. Только вчера. Только вчера поднялся вопрос, появилась какая-то бумага, такое ощущение, что они ее напечатали прямо именно вчера. Ну, может быть, позавчера. Поэтому ни комиссии, ничего нет. Мы сами не просили у города, ни у власти, ни помощи, ни финансовой никакой. Сами сделали все документы, и это стоит очень недешево. И теперь, когда нам остался один шаг, мы сами нашли инвестора, который за свои деньги, не обращаясь к городу, готов нас расселить. Нам остался один шаг, и вдруг нам такие препоны ставят. Ну, я так понимаю, Владимир Владимирович же сказал наоборот, пойти навстречу людям. Но, видимо, это не касается города Саратова. Да, выживать в таких условиях здесь невозможно. Здесь все съело, грибок, эти стены. Здесь маленькие дети живут, которые учатся в школе еще. Как тут можно проживать? Здесь вообще невозможно находиться, даже дышать этими. Без отопления. Без отопления. Крыша везде висит, трещины везде. Мы как можем ее поддерживаем в жилом состоянии. Ну, например, вот в прошлой зимой у соседки вода замерзала, у кошек. То есть был ноль. Был ноль. У меня двое детей. Нет, я все понимаю. Я не прошу там чего-то сверхъестественного. Я прошу хотя бы не мешать. Благодаря тому, что мы здесь вот две квартиры живем, мы подтапливаем, он еще не рухнул. По идее, он должен давно быть рухнут, потому что там внутри просто ужасно. Потолок рухнутый, пролитый. Крыши когда не было, там лило просто, пол потолка упало. Мы там своим силам как-то там ухетали, как могли свои вот комнатенки. И вот благодаря этому топим вот с электричеством. То есть как-то надо же выживать. Там же люди вокруг идут, когда вот мимо нашего дома, они боятся. Они шарахаются от нашего дома, говорят, здесь бомжи что ли какие-то живут. И когда мы там сделаем замечание, там, вы что тут мусорите, а что этот дом жилой, мусор через забор кидает. Мы говорим, здесь люди живут. Все думают, что здесь никто не живет. Все уверены, что этот дом давным-давно не жилой. Как страшно уже даже жить. Крыша за собственную. Да, собственную. 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 Своей квартирой крыл крышу. Вот моя квартира, я заплатила деньги на немало людей. Другие соседи тоже нанимали. Ну и в конечном итоге, я думаю, что что-то здесь произойдет. Все-таки за эту зиму сегодня расселят. Да, за сих пор. Или упадет или крыша, или вот двери, все это вот, постройки. Потому что все это протекает, и оно когда-то все-таки это прозвучит. Да, все-таки веточки не видят, а финиш как будет скоро. Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Решетникова Елена. Мы, жильцы дома в городе Саратове по улице Железнодорожной, просим вашей помощи. Пожалуйста, обратите внимание на нас, потому что больше нам помочь некому. Решетникова Елена. Решетникова Елена. Решетникова Елена. Решетникова Елена.